Итак, история моей жизни продолжения следует. Мы остановились в прошлый раз на том, что я уже в Москве, что совершенно замечательно работает моя школа, что у меня есть ученики, которые приходят ко мне в квартирку крохотную на метро «Динамо» и получают там то, что они хотят. И стоят у меня перед зеркалом в своих платьишках и не хотят эти платьишки снимать, потому что они сидят на них великолепно. И они рады, и я рада, и я устаю смертельно, и я работаю по 10-12 часов в сутки, но я всё равно, когда закрываю дверь за последним человеком, я рада, потому что их радость, их счастье, их энергия позитива и добра, она возвращается ко мне с торицей, и откуда они есть, берутся какие-то силы. Но сейчас мне хочется рассказать немножко по-другому, о другом. То есть я продолжаю эту историю по сей день, продолжает работать моя школа, кстати говоря. Если вы будете слышать и видеть мои видео, москвичи и люди из ближайшего Подмосковья, приезжайте, пожалуйста, 26 января начинается мой курс очередной. Не знаю, насколько меня хватит. Каждый очередной мой очный курс может оказаться последним, потому что сами понимаете, как жизнь наша складывается, что мы не молодеем, что здоровье бывает у нас не очень. И жизнь есть жизнь одним словом. Загадывать наперёд сегодня абсолютно ничего нельзя, особенно пережив такой год, который мы пережили с вами в этом году. Ой, никогда, наверное, не будем радоваться мы тому, что этот год закончился, как радоваться будем в этом году. Не радовались раньше. Так вот, со школой, с этой моей всё хорошо. И тут я начинаю понимать, что мне надо развиваться дальше. Я должна представить себя в интернете. Я должна заявить о себе прежде всего на ютубе. Мне понравился вот этот ютуб тем, что там каждый говорит о том, что он может рассказать. Каждый говорит о том, чем может поделиться, какими-то знаниями, какой-то информацией он может поделиться с другими. Потому что всю жизнь, сколько я работала, я мечтала создать какую-то свою народную, всем доступную школу кройки и шитья. Потому что меня настолько это распирало. Когда появились вот эти первые мои книги, частично это, конечно, было удовлетворено. Но, тем не менее, только частично. Всё равно жизнь не стоит на месте, она идёт вперёд. И на смену бумажным книгам приходит видео, приходит интернет. И границы мира расширяются. Сейчас, я повторюсь, мои ученики уже буквально по всему миру разбросаны. Легче сказать, где их нет. Из Южной Африки пишут, из Израиля пишут, из Сирии даже писали в этот раз. И покупали мою видео-школу, которую мы провели в коронавирус. Но об этом позже расскажу немножко. А пока вот эта задача возникла, и буквально в семнадцатом году, скоро будет три года, я села, у меня был куплен телефон, я села перед ним и записала своё первое видео. Побудило меня к этому, если вы смотрите сейчас меня, значит, плейлист «Уроки моей жизни». Я назвала это «Уроками моей жизни», потому что всё, что я там рассказываю, это мой жизненный опыт. Этому всему меня научили вы, научили мои заказчики, научили мои клиенты, мои друзья. Я просто-напросто рассказываю то, чему научилась сама. Может быть, мой опыт и мои знания, умения вам, кому-то из вас помогут. И помогут не совершить ошибок, а может быть, кому-то помогут сделать какой-то решительный шаг в своей жизни. И понять, в конце концов, что не надо быть семипядьей во лбу, чтобы чего-то в жизни свершить, такого интересного, полезного, нужного вам, нужного вашим друзьям, знакомым людям, в конце концов. Ну и вот, нахожу я как-то на этом Ютубе ролики о том, как женщине в возрасте выглядеть хорошо. И выглядеть хорошо, предстать хорошо, элегантно и как-то интересно в окружающем, так сказать, нас мире. И эти ролики на меня наводят такой ошеломительный эффект. Я понимаю, что все, что тут говорится, это, мягко говоря, не совсем соответствует действительности. Я прям возмущаться начала, да думаю, да что же такое? Что значит, вот слушаю одну барышню, она говорит, покажите свои запястья, откройте. Покажите свои щиколотки, откройте, значит. Какие запястья, какие щиколотки, если ты говоришь о женщине в возрасте. К этому нашему возрасту, извините, запястье уже какой-нибудь там суставной болезнью, поврежденные щиколотки тоже бывают, не совсем красивые и так далее. Разве об этом нужно говорить, когда мы говорим, что человек должен подать себя как-то выгодно в свете, оставить хорошее себе впечатление, приятное впечатление во всех отношениях. Мы не будем какими-то красавцами сейчас уже дальше, да. Молодость где-то осталась там, за плечами. Но мы можем подать себя так, что на нас будет приятно смотреть, с нами захочется общаться и так далее, и так далее. Мы будем вызывать позитивные эмоции. И вот обо всем этом, о главном, я решила, что мне нужно поведать вам, мои дорогие. И с этого и начала. Если хотите, посмотрите самый первый ролик. Если кто-то еще из вас не видел его, может быть, это тоже будет для вас интересно, важно и полезно. Сейчас я хочу сказать не об этом. И вот так с тех пор, на протяжении 17, 18, 19, 20 год, практически 4 года, я веду вот этот канал. Никаких денег я с него никогда не получала. И вот только буквально неделю назад впервые за все время я получила 179 долларов. С помощью романа из Киева, дай бог ему здоровья, да, мне удалось, наконец, привести вот эту вот историю, монетизацию этого канала в какой-то порядок. Я заработала первые свои денежки. Да, там крошечки, конечно, но хотя бы они есть. И видите, вот эта школа народная, вот этот мой канал за 4 года, воистину, ведь в один прекрасный момент я поняла, что этот канал реализовал мою мечту. На самом деле, всю жизнь я хотела создать вот эту народную школу кройки и шитья. Я реализовала таким образом, разговаривая с вами, общаясь с вами, показывая вам бесконечные свои чертежи, свои способы кроя-раскроя, моделирования, свое отношение к краскам, к жизни, к пропорциям, к моде, ко всему. Я передаю свои опыты, и вы учитесь, и каждый день я получаю от вас письма, письма, письма. Хотя бы просто слово спасибо вы мне пишете. Не могу похвастаться огромной аудиторией, потому что рекламой никогда не занималась. Не могу похвастаться чем-то, какими-то успехами. Мои успехи, конечно, рядом мне стояли с Ириной Михайловной Пауште. Тоже большое ей спасибо, потому что, когда я начала свой канал, я посмотрела, что место мое, наверное, уже занято. Но когда я вникла в эту всю историю поглубже, я поняла, что у нее своя свадьба, а у меня своя свадьба. Я говорю немножко о другом, я говорю немножко не с той аудиторией, я говорю немножко другим языком, и по-своему я буду полезна, пусть даже и меньшему количеству людей. А я остаюсь там, где я и была. По большому счету, я практически одна, если не считать нашей Леночки, моего Володи, который живет в другом городе, который иногда выступает оператором. Я часто не могу показать того, что у меня есть, потому что основная моя работа, средства к существованию, это все-таки мои очные занятия с девочками, и они отнимают большую часть времени. Но, тем не менее, я очень довольна, я очень счастлива. Здесь я должна прикоснуться к тому, что должна вам обязательно рассказать следующее. Если на Ютубе, так как 4 года это большой срок, контент складывался хаотично достаточно. Сначала я почему-то рассказала вам о том, как нужно выглядеть хорошо, что для этого главное, что надо создавать всегда правильную форму, начинать надо с этого, что вытянутый прямоугольник это наше все, что два квадратика это плохо. Потом я стала рассказывать почему-то о нестандартных фигурах и как это обойти. То есть я старалась дать информацию о том, о которой нет. И говорить я стала самым главным, что считаю в жизни для себя самой. И не повторяю, собственно говоря, никого. Никакой чужой контент я никогда не пересказываю. Дальше. Я почему-то рассказала о том, как модный приговор сделать для себя самой, сделать правильные выводы, сделать это своими руками. Как нужно построить правильную выкройку. То есть я рассказала без всяких утаек. Я никого не заманивала что-то покупать. Я рассказывала до конца, безо всяких утаек, что есть в сути безлекального метода кроя. И вы, мои дорогие, если вы не имеете совсем никаких средств к существованию, вы можете всегда это найти на моем канале Галина Коломейко «Кройка и шитье». Потому что все здесь рассказано честно, правдиво и до самого конца, в какой бы области мы с вами не оказались. Или это касается построения базовой конструкции. Или это касается брючек. Или это касается моделирования. Или это касается всего остального. То есть я рассказываю вам все и вся. Но дело в том, что сейчас там уже столько, так много накопилось видео, что мы сами в этом уже путаемся. Я путаюсь, я не могу найти то или иное видео у себя. Хотя я сосредоточила все это в плейлисте, который называется «Уроки моей жизни». Но тем не менее, там хаос и беспорядок. И вот для того, чтобы у вас не было хаоса и беспорядок, трудно учиться, когда вы тыкаетесь от одного к другому. Ведь потому что так устроен весь интернет. Вы на самом деле по нашей теме, по теме «Кройки и шитья», по шитью, по созданию этих выкроек. Очень много информации сегодня на Ютубе. И кто только об этом не рассказывает. Даже девочки, которые два-два научились, делают первые шаги, если они умеют снять видео, если у них есть какие-то помощники в этом, они стараются это все видео выложить на Ютуб. А ваша задача только не запутаться и отдать кому-то предпочтение. Какой у девочки опыт, чему она вас учит, учит ли она вас правильно, рисует ли она красивую пройму и так далее, так далее, так далее. То есть, ну и вы тут тоже теряетесь. Так вот, чтобы вы не терялись, чтобы вы знали, что вам нужно, чему вам нужно учиться в первую очередь, потом во вторую, а потом дальше продолжать, я все это пишу в учебнике, который называется «Вот сейчас выйдет новое издание», в декабре обещали, что оно выйдет, в издательстве АСТ с подачи той же Евгении Лариной. Моя первая книга, первый мой учебник. Раньше он назывался, в общем, последнее его название «Большие маленькие секреты кроешь и те», книга, которую сейчас никто не может найти, потому что ее перевыпускают под другим названием, она будет называться «Кройка и шитье». Так вот, «Кройка и шитье» будет такая розовая обложка у этой книжки. Покупайте, пожалуйста, ее. Смотрите, вот по этой книге я сняла видеошколу, записала видеошколу, когда начался коронавирус, и у меня оборвались, в один прекрасный момент, оборвались в конце марта мои очные курсы, потому что нельзя стало общаться, нельзя стало приходить, передвижение в Москве было ограничено. Я поняла, что это сигнал для того, чтобы переходить в интернет, потому что я мечтала об этом, я мечтала в интернете научиться продавать свои видео-уроки, свои видео-занятия, свои видео-курсы, которые я сделала. Эти видео, которые лежат у меня на сайте, спасибо огромной Лене Болгариной. Также на просторах интернета, в Инстаграм, я встретилась с этим удивительным человеком, не могу о ней не сказать несколько слов буквально, потому что она и сейчас со мной, она мое все, она мною управляет, она является моим продюсером, она меня направляет, руководит, а я создаю контент. Так вот, вместе с этой Леночкой, как мы с ней познакомились? Так как я плохо разбиралась в компьютерах, к своему возрасту, я купила у нее курс, на котором она обучала таких, как я, чайников возрастных, чтобы мы были с компьютером все-таки поближе, были как-то в какой-то степени на «ты», а не на «вы», как я была тогда. И на этом курсе я какое-то время побыла, туда началось наше общение с ней, она говорит, а можно вам сделать видеокниги, если вы сняли свои видеоролики. Я говорю, хорошо. И вот так у нас появились тематические видеокурсы, которые сейчас присутствуют у меня на сайте. Кому интересно, зайдите, посмотрите. Сайт называется kolomeka.ru, ссылки будут под видео. С этой же Леной мы записали вот эту видеошколу, в которой 27 занятий. Каждое занятие длится 2,5, а то и больше часов. То есть в общей сложности там видеоряд состоит из примерно 68-70 часов, не академических, а астрономических. Что это такое? Значит, по этой книге, которая является учебником, по программе, по содержанию этой книги, от начала до конца, от первой до последней странички, я веду свои очные курсы. И таким образом, простите, по этой же книге я веду свои заочные курсы. То есть я веду свою видеошколу, мы назвали ее видеошколой, где в прямом эфире, на базе Ютуба была серия из 27 прямых эфиров. Я рассказывала содержание вот этой книги. Я чертила вот этими руками все наши выкройки, чертежи. Вы, сидя по другую сторону экрана, делали это вместе со мной. Я задавала вам домашние задания, вы их выполняли. У нас был чат, вы задавали свои вопросы в этом чате, я на них отвечала. Так как я не могла заглянуть в тетрадку каждого из вас, я уроки вот в этой видеошколе построила очень, по такой схеме, которая для знающих может казаться неприемлемой. Но я построила для самого слабого ученика. Я настолько говорила все подробно, я настолько не спешила, я настолько старалась быть понятной, чтобы у вас реально не возникало никаких вопросов, мои дорогие. Чтобы вы могли, оттолкнувшись от этой видеошколы, выполнив вот это вот задание, просмотрев этот урок, выполнив это задание, вы поднялись на ступеньку выше в своем обучении кройки и шитью. Потому что там, да, я делаю больше упор на конструирование, на моделирование, на выкройки, на сложный покрой рукавов, на работу с разными фигурками, но я не могу обойти вниманием шитье. Я не шью с вами в этой видеошколе, но я рассказываю последовательность выполнения технологических операций, такую последовательность, которая делает оптимальным весь процесс создания одежды, которая помогает вам не тратить дополнительное какое-то лишнее время в создании одежды, в изготовлении того или иного изделия. Я не рассказываю там по узловой обработке, потому что это всего лишь один из этапов шитья. По счету он десятый, называется он окончание, и этому окончанию посвящен весь YouTube и весь интернет, потому что все учат, как шить воротничок, как обработать горловину обтачкой или руликом, косой бейкой, как то, как все сделать, но никто не учит общей схеме и общей системе, как с чего нужно начать, чем нужно продолжить и чем нужно закончить. Первый урок в этой видеошколе, он у нас бесплатный. Заходите на сайт, смотрите этот урок, если вы там его, вы его обязательно там обнаружите, и если вас эта тема интересует, то, пожалуйста, приглашаю вас к себе на сайт, и вы можете совершенно за небольшую плату, абсолютно постепенно, не выкупать все 27 занятий. Вначале они у нас стоили 250 рублей, и вот буквально прошло больше полугода, мы только недавно подняли цену до 500 рублей. То есть одно занятие – это 500 рублей. Вы можете купить одно занятие, просмотреть его, сделать домашнее задание, сделать для себя какие-то выводы, первое бесплатно, то есть со второго начинаете, и потом по одному выкупать все остальные. Для тех, оказалось, надо сказать, что эта видеошкола у нас оказалась международной. Так я рассказывала об этом, так как я о Фейсбуке рассказывала, там общаются девочки из разных стран русскоговорящие, и очень много людей с нами работало из-за границы. Откуда только они не были, я уже вам говорила, и Австралия, и Германия, и Италия, и Франция последний раз была, и многие-многие-многие другие. Но уж не говорю про Украину, и не говорю про наши все страны, бывшие соцлагеря, да? Вот. И есть две системы оплаты, Яндекс и Яндекс Касса, и для наших, и PayPal для иностранцев. Все, кто хотят оплатить, оплачивают, если вызывают у вас какие-то трудности, есть техническая поддержка, пишите моей Леночке, на вопросы по контенту отвечаю я, на вопросы по техническим каким-то историям, как оплатить, как увидеть свои уроки, как попасть в личный кабинет, если вы затрудняетесь, пожалуйста, все к Леночке. Вот. Еще есть система обратной связи в этой видео школе, то есть за очень микроскопическую плату, буквально 100 рублей, надо ее тоже поднимать, я отвечаю на ваши вопросы, уже относительно, проверяю ваше задание, ТЗ, техническое задание, проверяю, правильно ли вы сняли мерки, правильно ли вы сделали анализ фигуры, смотрю ваши фотографии, проверяю, или правлю ваши чертежи, когда у вас получается, ну, то есть помогаю вам настолько, насколько только могу, вы показываете мне чек на оплату и присылаете свои, вот эти вот все истории. Вот. Все эти подробности технические, пожалуйста, на сайте, все там размещено, все посмотрите, все узнаете. Ну вот, вот так как-то продолжается моя жизнь, и вот к этому я пришла сегодня, то есть я хочу расти дальше, я хочу без лишней скромности сказать, что я хочу, чтобы моя школа, мой метод кроя простого, доступного, понятного распространился на весь мир. И думаю, что рано или поздно у меня это получится. Итак, доброго всем здоровья, хорошего настроения, веры в себя, в свои силы, в свои возможности, в исполнение своих собственных желаний, делайте к ним маленькие шажки, и у вас тоже все получится. Как получилось это у меня, так это получится и у вас, потому что только что-то делая, делая каждый день, падая, поднимаясь, вставая, и продолжая делать дальше, вы идете к своей цели. И Господь, и Вселенная вам обязательно помогут в этом, обязательно помогут, и все у вас случится. Не теряйте надежды, не теряйте надежды. Будьте счастливы, будьте здоровы, будьте красивы, будьте успешны, и дарите это все всем окружающим, и всему миру. И наш мир станет немножко лучше, светлее, теплее, и добрее. Всегда Ваша, Галина Коломенко.